Ишемическая болезнь сердца Ишемическая болезнь сердца Ишемическая болезнь сердца Второе инфаркт миокарда Третье постинфарктный очаговый кардиосклероз Четвертое безболевая форма ишемической болезни сердца И пятое внезапная коронарная смерть Внезапная сердечная смерть и внезапная коронарная смерть Внезапная сердечная смерть это групповое понятие в которое вложены различные состояния связанные с патологией сердца Данные состояния должны отвечать следующим характеристикам Первое Доказанность ненасильственного характера смерти Второе При этом предшествующее заболевание сердца может быть известно или неизвестно Но смерть всегда неожиданна Третье Характерна внезапная потеря сознания в пределах нескольких часов от момента появления острых симптомов Внезапная коронарная смерть Частый случай внезапной сердечной смерти Внезапная смерть у человека после ишемического приступа называется внезапная коронарная смерть Внезапная сердечная смерть у больного с ишемической болезнью при наличии признаков стенализирующего атеросклероза коронарных артерий Но при отсутствии признаков ишемии или некроза миокарда также относятся внезапной коронарной смерти Изменение миокардия при внезапной коронарной смерти Безболевая ишемия миокарда Бывает трех типов Первый тип встречается у лиц с доказанным гемодинамическим значимым стенозом коронарных артерий Не имеющий в анамнезе приступов стенокардии, инфаркта миокарда, нарушения сердечного ритма или застойной сердечной недостаточности Второй тип выявляется у больных с инфарктом миокарда в анамнезе без приступов стенокардии Третий тип встречается у больных с типичным приступом стенокардии или их эквивалентными Стенокардия это групповое клиническое понятие Повторяю, клиническое понятие, обозначающее кратковременными приступами Появление боли давящего, сжимающего характера Локализуется боли за грудиной или в предсердной области с возможной иродацией И, наконец, вызванные транзиторной ишемией миокарда Классификация стенокардии Они бывают в двух формах Стабильная стенокардия и нестабильная стенокардия При стенокардии наблюдают резкое сужение кроведосного сосуда Клинические стадии нестабильной стенокардии приведены в этой таблице Острый коронарный синдром Это любая группа клинических признаков или симптомов Позволяешь подозревать инфаркт миокарда или нестабильность стенокардии Причина возникновения Нестабильная атеросклеротическая бляшка Которая приводит к тромбозу и быстро развивающейся окклюзии коронарных артерий Инфаркт миокарда это некроз сердечной мышцы сосудистого генеза Классификация инфаркта миокарда Различают первичный инфаркт, рецидивирующий инфаркт и повторный инфаркт Первичный инфаркт это первый раз остро появившийся инфаркт Рецидивирующий инфаркт это инфаркт миокарда развивающийся в пределах от 3 до 28 суток После первого инфаркта Повторный инфаркт это инфаркт развивающийся после 28 суток после первого инфаркта По окраске инфаркт бывает белый с геморрагическим венчиком, а также красный По локализации бывают зависимости от стенки в которой локализован инфаркт Чаще всего инфаркт локализуется в левом желудочке По распространенности он бывает трансмуральный, а также нетрансмуральный К нетрансмуральному относятся сумендокардиальный, интрамулярмуральный и субэпикардиальный Клинические методы диагностики инфаркта миокарда 1. Клиническая картина 2. Электрокардиография 3. Биохимические тесты 4. Эхокардиография Морфогенезы инфаркта миокарда Различают ишемическую стадию, некротическую стадию и стадию организации Ишемическая стадия развивается первые 18-24 часа от начала приступа Первые 15 минут деструкция метахондрии наблюдается Наблюдается отложение кальция на крестах, участки контрактур и гиперрелаксации миофибрил Первые 30 минут наблюдается исчезновение гликогена кардиомиоцитов Через 24 часа наблюдается падение активности ферментов цикла крепца Волокнистый ход волокон кардиомиоцитов по периферии очага некроза Через 4-6 часов наблюдается релаксация миофибрил, маргинация хроматина, начало коагуляционного некроза, начало инфильтрации нейтрофилами Через 12 часов наблюдается полностью отсутствие активности ферментов цикла крепца Через 18 часов наблюдается начало распада кардиомиоцитов на глыбки кариопикнос кариорексис Кроме того наблюдается бледность очага при осмотре Некротическая стадия развивается начало первой сутки продолжается до 14 дней Первые сутки характеризуются развитием кариолизиса, формирование демаркационной линии при световой микроскопии Первые 24-48 часов развивается инфильтрация нейтрофилами очага некроза, четко формирование демаркационной линии при осмотре Первые 3-7 суток наблюдается появление зоны инфаркта макрофагов, фибробластов Первые 7-14 дней наблюдается усиление резорции тканевого детрита Появляется желтая зона окраска с красноватой коричневой каймой Третья стадия называется стадия организации, начинается со второй недели заболевания На второй-третьей неделе наблюдается выраженное формирование грануляционной ткани С третьей недели до 2,5 месяцев развивается окончательное созревание рубца Атеросклероз и тромбоз венечной артерии сердца Атеросклероз и тромбоз венечной артерии под микроскопом Очаг инфаркта в данном препарате окрашен белый цвет Исчезновение гликогена из мышечных клеток Наблюдаем при ишемии миокарда Инфаркт миокарда Инфаркт миокарда приводит Разрыв миокарда с гемотампонадой перикарда Кардиогенный шок Это клинический синдром, развивающий вследствие резкого нарушения насосной функции левого желудочка Стойко артериальной гипертензии, уменьшением перфузии тканей и нарушением функции жизни важных органов и системы Крупноочаговый кардиосклероз Это результат замещения миокарда левого желудочного соединения ткани в исходе инфаркта миокарда Размер очагосклероза пропорционален размеру очагонекроза Крупноочаговый кардиосклероз сопровождается регенераторной гипертрофией миокарда по периферии рубца Вот так выглядит кардиогенный кардиосклероз Крупноочаговый кардиосклероз Крупноочаговый кардиосклероз Хроническая аневризма сердца Это форма хронической и химической болезни Которые чаще всего формируются под давлением крови при трансмуральном инфаркте миокарда Она представляет собой межковидную полость, заполненную тромботическими массами Иногда может быть исходом острой аневризмы сердца Хроническая аневризма сердца в центре макропрепарата Хроническая сердечная недостаточность Это патологическое состояние При котором нарушение функции сердца приводит к неспособности миокарда Перекачивать кровь со скоростью необходимой для удовлетворения метаболических потребностей тканей Главное морфологическое проявление хронической сердечной недостаточности Это хроническое острое венозное полнокровие внутренних органов В результате чего развивается мускатная печень Второе Цианетическая индурация почек Третье Цианетическая индурация селезенки Четвертое Бурая индурация легких Пятое Отек кожи и подкожные клетчатки Наконец шестое Скопление жидкости в серозных повязках Это гидроторос Это гидроперикар Это гидроперитониум Или же асцит А также гидроцелли Спасибо за внимание Продолжение следует... Продолжение следует...